Презентация про Гейдара Алиева. Создатель, ученик 8-го Т-класса, школа номер 171 имени Заура Мумедова, Маргасанов. Классная руководительница Раиса Вабаева. Гейдар Алиев. Гейдар Алиев, грузов углу Алиев, родился 12 мая 1923 года в городе Нахчелан, Азербайджанской республики. Гейдар Алиев родился в семье железнодорожного рабочего и был четвертым из 8 детей в семье. Алиевы были выходцами из азербайджанского селения Джомарли, Дангизурского уезда. В семье у него были еще четверо братьев – Касан, Гусейн, Агиль и Джалал, а также три сестры – Сурыша, Фига и Рафига. Окончив в 1939 году Нахчеланский педагогический техникум, Гейдар Алиев поступил на архитектурный факультет Азербайджанского индустриального института в Баку. В 1941-1944 годах Гейдар Алиев работал вначале в должности заведующего секретной частью архивного отдела в Народном комиссариате внутренних дел Нахчеланской автономной республики, а затем заведующего общим отделом в Совете Народных комиссаров Нахчеланской АССР. В мае 1944 года был направлен на работу в органы государственной безопасности. После обучения в 1949-50-х годах в школе подготовки руководящих кадров комитета государственной безопасности СССР в Ленинграде, ныне Санкт-Петербург, был назначен в 1950-м году начальником отделения в Комитете государственной безопасности Азербайджанской СССР. В 1957 году окончил заочное отделение исторического факультета Азербайджанского государственного университета, ныне Бакинский государственный университет. В 1958 году был назначен начальником отдела контрразведки Комитета государственной безопасности, а в 1964 году заместителем председателя КГБ Азербайджанской СССР. В 1966 году успешно окончил в Москве курсы усовершенствования руководящего состава высшей школы КГБ имени Джержинского. В 1967 году был назначен на должность председателя Комитета государственной безопасности при совете министров Азербайджанской СССР. В том же году ему было присвоено звание генерал-майор. На составившейся 14 июня 1969 года в пленниуме Центрального комитета Коммунистической партии Азербайджана Гейдар Алиев был избран первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Азербайджана. Гейдар Алиев 22 года являлся депутатом Верховного совета Азербайджанской СССР и Верховного совета СССР. В 1974-1979 годах занимал должность заместителя председателя Совета Союза Верховного совета СССР, избранный в 1976 году кандидатом в члены Политбюро, а в декабре 1982 года членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Гейдар Алиев был назначен на должность первого заместителя председателя Совета министров СССР. Работая в этой должности, Гейдар Алиев руководил важнейшими сферами экономической, социальной и культурной жизни СССР. В октябре 1987 года в знак протеста против политического курса, проводимого в Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и лично генеральным секретарем Михаилом Горбачевым, подал в отставку занимаемую должностей. 21 января 1990 года Гейдар Алиев выступил в представительстве Азербайджана в Москве в связи с кровавой трагедией, учиненной советскими войсками в Баку, в ночь с 19 на 20 января, потребовав наказания организаторов и исполнителей преступления, совершенного против азербайджанского народа. В знак протеста против дуличной политики руководства СССР, в связи с острой конфликтной ситуацией, возникшей в Нагорном Карабахе, покинул ряды Коммунистической партии Советского Союза. Возвратившись 20 июля 1990 года в Баку, Гейдар Алиев спустя два дня отправился в Нахчеван. В том же году был избран народным депутатом Азербайджанской ССР и народным депутатом Нахчеванской ССР. 3 сентября 1991 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Нахчеванской Автономной Республики и на основании соответствующего законодательства стал заместителем председателя Верховного Совета Азербайджанской Республики. Работал в этой должности до 1993 года. На учредительной партии «Ини Азербайджан», состоявшейся 21 ноября 1992 года в городе Нахчеван, Гейдар Алиев был избран председателем партии. В мае-июне 1993 года в стране возникла угроза гражданской войны и утрата независимости. Поэтому азербайджанский народ выступил с требованием возвращения Гейдара Алиева к власти и тогдашнее руководство страны вынуждено было пригласить его в Баку. 15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджанской Республики, а с 24 июня приступил к осуществлению полномочий президента Азербайджанской Республики. 3 октября 1993 года в результате всенародного голосования Гейдар Алиев был избран президентом Азербайджанской Республики. На выборах, проведенных 11 октября 1998 года, при высокой активности народа он набрал 76,1% голосов и вновь был избран президентом Азербайджанской Республики. Согласившись на выдвижение своей кандидатуры на президентских выборах, состоявшихся 15 октября 2003 года, Гейдар Алиев в связи с возникшим проблем со здоровьем отозвал свою кандидатуру в пользу Ильхама Алиева. 12 декабря 2003 года общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев скончался в Кливленской клинике Соединенных Штатов Америки. 15 декабря был похоронен в аллее почетного захоронения в Поку. Гейдар Алиев пять раз был награжден орденом Ленина, орденом Красной Звезды бывшего СССР, с многочисленными медалями. Дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда, а также высших наград различных стран, почетных званий, авторитетных вузов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова